На какую единовременную выплату может рассчитывать доброволец, подписавший контракт на военную службу в зоне СВО? Сумма была 800 тысяч, но сейчас уже миллион. Причем мы можем говорить о том, что при участии именно в выполнении боевых задач, либо других задач в зоне специальной операции, уже первое денежное удовольствие у нас, в случае, по контракту будет составлять 210 тысяч рублей. Вот 250 тысяч рублей. Что становится одной из причин выбора военной службы по контракту? Видя тот беспредел, будем так говорить, который творится, да, эти теракты, которые произошли за последние месяцы в нашей стране, очень многие именно идут и говорят о том, что необходимо закончить вот это вот, будем так говорить, безобразие в кавычках, да. Какие меры поддержки гарантируют государство семьям воинов-добровольцев? Когда мужчина уходит на специальную операцию, выполняя боевые задачи, его семья однозначно должна остаться с поддержкой, потому что он работал здесь у нас, будем так говорить, на гражданке, зарабатывал зарплату, содержал семью, и сейчас мы не имеем морального права оставить его семью без поддержки, в том числе и без денежной. Разъясняет начальник Самарского пункта отбора на военную службу по контракту подполковник Алексей Савченко. Смотрите программу «Город С» 17 июля в 20.30 на телеканале «Самара ГИС». Субтитры создавал DimaTorzok